доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия тару а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале там же есть мои личные контакты также у меня есть закрытый канал на бусте там все расклады которые блокируют youtube подписка на бусте стоит всего 299 рублей в месяц и я хочу поблагодарить всех подписчиков кто каждый месяц ждет новых шок раскладов на бусте и поддерживает наш контент имена или ники этих подписчиков сейчас появятся на ваших экранах вы помогаете нам становиться лучше также сегодня я зажгла свечу для этого расклада необычную а сделанную собственными руками свеча обрядовая с выгравированной руной феху эта руна является мощным финансовым инструментом и амулетом для вас и вашей семьи все что вам нужно это зажечь свечу с руной феху деревянными спичками и радоваться финансовым поступлением ваш дом весь следующий год заказать обрядовую свечу вы также можете моих личных контактах а сегодня вопрос который волнует многих россиян а будет ли вообще мобилизация вторая волна мобилизации российской федерации когда она начнется когда закончится война на украине и как выборы президента российской федерации связаны с мобилизацией сегодня с вами карты райдер у вейte здравствуйте карты и первый вопрос который я бы вам хотела задать будет ли вторая волна мобилизацию российской федерации давайте посмотрим давайте узнаем будет ли вторая волна мобилизации в российской федерации будет ли вторая волна мобилизации в Российской Федерации будет ли вторая волна мобилизации в Российской Федерации работает сейчас над этим да, конечно будет это аддикция кто-то с кем-то связан колесница это конечно же что-то будет что-то будет и что-то будет очень скоро колесница это рвется вперед и делает все для этого сейчас император император сейчас над этим работает карта иерофанта и карта обмана сейчас я вам все расскажу, друзья мои есть некий император у нас да, и есть некий иерофант которые работают в связке императору и иерофанту поклоняются люди приходят к ним на поклон, скажем так не буквально выражаясь иерофантом может быть человек который связан со священнослужением возможно связан с властью и является правой рукой императора и соответственно император и иерофант сейчас работают над тем чтобы случилась аддикция чтобы случилась привязка чтобы случилась мобилизация чтобы она быстрее как можно быстрее произошла эта мобилизация еще будет связана с каким-то обманом в чем-то нас тут хотят обмануть вопрос да или нет будет ли вторая волна мобилизации да, будет и император и иерофант которые являются правой рукой императора сейчас работают над этим трудятся не покладая рук скажем так и по дьяволу можно сказать что будет какая-то привязка люди будут к чему-то привязаны и обязаны пойти на эту мобилизацию аддикция говорит о привязке к чему-либо то есть невозможно будет кому-то из служащих, да, из молодых людей да, мужчин невозможно будет отказаться от этой мобилизации и нужно будет обязательно поехать на нее да, по карте колесница но в чем-то будет обман со стороны правительства скажем так да, вы поедете потому что и люди поедут и даже не будут копать глубоко вот об этом здесь речь да, да, действительно вторая волна мобилизации будет и некоторые молодые люди не смогут от нее отказаться отвертеться, скажем так, да следующий вопрос когда начнется вторая волна мобилизации в Российской Федерации в одном из высказываний Владимира Вольфовича Жириновского говорится о том что весной 2024 года вновь все вспомнят про Украину да, то есть сейчас немножечко все затихло но весной 2024 года снова что-то будет действительно ли высказывание Жириновского говорит о мобилизации о второй волне мобилизации когда начнется вторая волна мобилизации и действительно ли она начнется весной 2024 года когда когда начнется вторая волна мобилизации начнется ли она весной 2024 года как предсказал нам Жириновский начнется ли вторая волна мобилизации весной 2024 года как предсказал нам Жириновский 3 3 месяца 3 месяца и снова все куда-то пойдут да 3 месяца ждать сейчас у нас что сейчас у нас декабрь январь февраль ну как раз март да когда люди не глядя выберут кого-то нового короля кубков да так интересно как после выборов да вот здесь вот люди этого не делали люди этого не знали и не хотели у людей завязаны руки и глаза дорогие мои но король кубков все равно избран все равно сидит на троне да король который на троне сидеть не должен больше через 3 месяца 3 месяца осталось ждать по повешенному да и снова все куда-то пойдут опять с картами микро и карта обмана да тут какой-то обман будет со стороны правительства но обман наверное в том что схитрят они немножко скажем так да и сразу после выборов после того как изберут короля которого люди на самом деле не выбирали после 3 месяца после марта месяца или в марте месяца в конце да как раз таки люди пойдут опять да на мобилизацию и это будет такая небольшая хитрость со стороны правительства вот об этом здесь говорится да действительно мобилизация начнется весной 2024 года кого из мужского населения призовут точно кого из мужского населения призовут точно кого из мужского населения призовут точно Те, кто остался в воспоминаниях. Молодых добравых, да? У тех, у которых только начинается вся жизнь, да? Так. Молодых добравых, у которых только начинается вся жизнь. По императрице призовут, да, родину мать защищает, скажем так. Как императрица здесь все-таки не ключевая фигура, не человек. Императрица здесь имеется в виду родина, да, имеется в виду страна, да. И люди будут очень бояться, естественно, да. Молодые, молодые в основном пойдут, да. Ну вот 25-27 у меня идет почему-то, которые только начинают эту жизнь, да. Ходят на свидания, только начинают эту жизнь. Молодые добравые на коне вот так вот скачут, да. То есть не людей в возрасте, не людей после 30-35, а в основном вот 25-27 молодые, которые будут очень сильно бояться. И из-за того, что будут очень сильно бояться, они туда пойдут, скажем так, да. То есть пойдут и будут готовы на любые условия. Вот об этом здесь речь, да. Но по карте звезда здесь еще говорится, кто еще пойдет, да. Пойдут молодые добравые и по звезде, кто уже когда-то был там, да. То есть кто уже когда-то что-то видел, кто уже когда-то пребывал на поле боя, скажем так, да. То есть военные пойдут, которые уже точно знают, что там делать и как там нужно делать. И те, кто еще, возможно, ни разу не был. И кто побоятся перечить правительству и пойдут. Потому что будут какие-то жесткие условия достаточно, да. По императрице пойдут родину мать защищать. Вот об этом молодые и те, кто уже когда-то был. Те, кто уже увидел многое. Вот об этом речь. Будет ли мобилизация в Российской Федерации проходить так же, как на Украине? Когда мужчин вылавливают на улице и под угрозой физической расправы отправляют места военных действий. Будет ли мобилизация в Российской Федерации проходить так же, как на Украине? Так же жестко, как на Украине, да. Когда вылавливают мужчин на улице, император у меня вышел, когда вылавливают мужчин на улице и под угрозой физической расправы отправляют, простите, в места военных действий. Император вообще это узурпатор, это тиран, это человек, который строит всех. Давайте сейчас посмотрим. Будет ли мобилизация в Российской Федерации проходить так же жестко, как на Украине? Император все начнет с нуля. Император победит. Победит и что? Тут говорится о том, что опять молодые добровые пойдут. Молодых добровых долго не нужно уговаривать. Здесь об этом речь нет. На самом деле не будет так жестко, как на Украине, проходить у нас мобилизацию. Этого не будет никогда. Император взойдет снова на трон. Император все начнет с нуля. Император будет победителем. Возможно, это тот же самый человек, президент Российской Федерации Владимир Путин. Скорее всего, он опять зайдет на трон. И тут говорится о том, что опять молодые добровые здесь показывают. Молодые люди, которые пойдут на мобилизацию, которых легко обмануть, скажем так. Их долго уговаривать не придется по дураку. Они и так немножечко, как считает император, как считает правительство, они и так немножечко дураки. Их долго уговаривать не придется, они сразу сядут на коня и пойдут защищать Родину. Что бы мы им ни сказали, скажем так. Вот здесь вот об этом говорится. То есть молодых долго уговаривать не придется. Поэтому вылавливать и отлавливать на улице никто никого не будет. Вот здесь об этом речь. Они и так пойдут. Потому что будут какие-то такие условия, что людям невозможно будет не согласиться. Вот речь об этом. Опять мы подходим к шаману, к певцу шаману. Интересно, у меня недавно было на канале видео про певца шамана. Многие говорили, что действительно они точно так же думают о нем. Многие говорили, зачем вы так обижаете. Мальчик, он так замечательно поет. Он замечательно поет, я ничего не говорю. Но факт остается фактом. В одном из выступлений шамана на песню «Я русский» шаману вынесли черный чемоданчик. И внутри черного чемоданчика была большая красная кнопка. И в момент припева шаман нажимает на красную кнопку, говоря, что я русский, и просто нажимает на эту красную кнопку. Очень похоже на ядерный взрыв. Вопрос. Красная кнопка – это отсылка к тому, что будет применено ядерное оружие России против Украины. Или нет? Отсылка к красной кнопке. Красная кнопка, вернее, это отсылка к применению ядерного оружия. Выступление шамана. Красная кнопка – это отсылка к применению ядерного оружия против Украины. Красная кнопка – выступление шамана. Это отсылка к ядерному взрыву, который будет применено против Украины. Так это или нет? Действительно ли это отсылка к ядерному взрыву? Кто-то будет повержен, да? Кто-то будет повержен. Страшный суд, да. Новый король жезлов, новые земли. Скорее, дачи нет, скажем так, да. Здесь не совсем про ядерный взрыв, а ядерного взрыва как такового не будет, друзья мои. Но здесь говорится о том, что ядерный взрыв просто имеет большие риски. Вот к чему здесь говорится, да. О чем здесь говорится. Но здесь еще говорится о том, что самой страны, как Украина, ее не будет, да. То есть по страшному суду, откуда-то сверху, все, кто управляет нам сверху, да, они уже все решили. Они уже выбрали путь здоровый, скажем так, да. И они выбрали уже, кто будет на этой земле, кого не будет на этой земле, кого не будет на этой планете, какой страны не будет на этой планете, скажем так. И будет новый король жезлов, Будут какие-то новые земли, скажем так, да, будет какой-то новый правитель, будет какой-то новый президент. Но страны, как Украина, ее не будет, потому что кто-то будет повержен. И по умеренности здесь все будет тихо. То есть тихо по умеренности, по четверке мечей. Что значит тихо? Это значит Украина не станет, да, то есть страны не останется. И по страшному суду это уже давно оговорено. Это оговорено уже где-то сверху, давным-давно, что будет какой-то новый правитель, какие-то новые страны, возможно, да, И по умеренности, и по четвёрке мечей не будет. Будет тишь да гладь, скажем так, да, тишь да гладь в том плане, что не останется страны, не будет людей в ней, да, не будет в ней шума, гамма, то есть не будет в ней войны больше, потому что страны больше не останется. Кто-то, кого-то победит. Соответственно, Россия, скорее всего, да, будешь меня извините, да, все, кто на Украине, Россия победит Украину, да, и станет умеренность, и станет четвёрка мечей, и всё будет тихо. Вот как перекати поле пролетело, да, и будет какой-то новый правитель, будут какие-то новые земли, что-то поделится, разделится на две части, на три, на четыре части, возможно. И по страшному суду это уже давным-давно решено, где-то сверху. Но здесь не о ядерном взрыве речь, потому что ядерный взрыв здесь несет большие риски. И по умеренности говорят, тихо надо быть, тише надо быть, надо все решить более мирно. Ядерный взрыв это такие риски, и это уже крайний мир, который в целом не будет. Вот здесь речь об этом. Это не совсем отсылка к ядерному взрыву, это отсылка к тому, что не будет страны, такой, да, как Украина. Следующий вопрос. А связаны ли выборы президента Российской Федерации весной 2024 года со второй волной мобилизации? Каким образом? Связаны ли выборы президента Российской Федерации весной 2024 года со второй волной мобилизации? Связаны ли выборы президента Российской Федерации весной 2024 24 года со второй волной мобилизации. Связаны ли выборы президента? Конечно, справедливость, да, по справедливости пусть всем и воздастся, пусть так и будет. Это их справедливость, да, справедливость правительства. Да, конечно, связаны и Рафан, справедливость. Тот, кто сядет на трон, тот будет потом, самое главное, сесть на трон, скажем так, да, еще вот. Вот еще раз. Пусть по справедливости меня выберут, скажем так, да, хотя люди никого на самом деле не выбирают, да, все это враки, все это чушь. На самом деле никто Путина не выбирают, сейчас, по крайней мере, да, и голосов я, поверьте мне, голосов будет гораздо меньше, чем когда-то, когда Путин только пришел к власти, да, сейчас за Путина. По справедливости я должен сейчас сесть на трон, и только потом должна начаться мобилизация, чтобы не было волнений каких-то перед выборами среди людей. Да, я должен быть сильным, я должен сесть на трон, и только потом должна начаться мобилизация, чтобы волнений в толпе, в народе не было. Королева Жезлов мне какая-то помогает. Мне помогает темная сила. Королева Жезлов – это темная сила, черная кошка здесь сидит. Сесть на трон мне помогают не люди. Сесть на трон мне помогают темные силы. И потом мы отпразднуем, и потом уже будет мобилизация, чтобы волнений в народе не было. Вот об этом речь. Действительно, связаны ли выборы президента Российской Федерации с мобилизацией? Связаны каким образом? Тем образом, что сначала я сяду на трон, чтобы народ не бушевал там, а потом уже будет мобилизация, чтобы народу сразу заткнуть рот, грубо говоря. И помогает мне королева Жезлов. Королева Жезлов – это темные силы, женские темные чары, колдуны, ведьма, черная кошка здесь. И потом мы уже будем праздновать, и потом мы уже будем смотреть, чтобы волнений в народе не было. По справедливости я сяду на трон с помощью королевы Жезлов, но не при помощи людей, скажем так. Путин Владимир Владимирович придет на новый срок? Странный вопрос, но все же мы на него ответим. Станет ли президентом Российской Федерации в 2024 году Владимир Владимирович Путин? Вопрос, конечно, интересный. Станет ли президентом Российской Федерации В 2024 году Владимир Владимирович Путин Станет ли президентом Российской Федерации В 2024 году Владимир Владимирович Путин Отпразднуем, конечно, втроем отпразднуем И снова я не отдам Я не отдам пока свое место Потому что так решила королева Жефа Тут темные силы какие-то замешаны, друзья мои Не просто так же Путин правит 20 лет Если это Путин вообще Мы отпразднуем После того, как я снова сяду на трон Я никому не отдам карты жадности Я пока никому не отдам свой трон Пока мне говорит сесть на трон королева Жезлов Пока мне некая королева Жезлов помогает Пока мне некая королева Жезлов помогает Какая-то женщина Я бесконечно буду Бесконечно это не в буквальном смысле, конечно Я бесконечно буду править Я бесконечно буду львом У меня очень много силы еще Я снова приду к власти Колесо фортуны Все как было, так и будет, друзья мои Я снова заключу договор с этой королевой Жезлов и снова сяду на еще один срок Вот об этом речь, друзья мои Ну, возможно, этот срок Он до конца не дотянет Не в плане того, что он Отойдет в мир иной Но в плане того, что он, возможно, уступит кому-то Своё место Свой трон, скажем так Но пока я его никому не отдам Пока все будет по-прежнему Потому что я перезаключила договор с королевой Жезлов Меня не люди выбирают Понимаете, о чем речь, да? Все, кто любит Путина, пожалуйста, не смотрите Все, кто не любит, смотрите Вот так Является ли мобилизация Геноцидом против белой расы Является ли Мобилизация и геноцидом против белой расы Является ли мобилизация Война на Украине, да? Геноцидом против белой расы Является ли мобилизация Война на Украине Геноцидом против белой расы Является ли мобилизация Война на Украине Геноцидом против белой расы Что-то хотят подстроить под себя Подстроить под себя людей, да? Карта обучения Карта подстраивания Карта Ну да, действительно Приручить, да? Присвоить себе, скажем так Да, 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 да Действительно Карта присваивания себе чего-то Подстраивание под правительство народа Кто не подстроился, тот вышел вон, да? Стакан лимон вышел вон Помните, было такое раньше в детстве, да? Считалочка такая детская Стакан лимон вышел вон Кто не подстроился, тот пошел вон Да, конечно, является Это борьба против народа Против народа, который ослушался Власти, ослушался правительства Тот, кто не ослушался, будет жить спокойно Тот, кто подстроился, будет жить спокойно Тот, кто не подстроился Тот, кто ослушался, не будет жить спокойно Соответственно, да И к этому очень долго шли и идут до сих пор И будут еще идти очень долгое время чтобы, скажем так, истребить весь народ, который против власти, еще нужно очень долгое, какое-то продолжительное время. Сразу, конечно, это сделать не получится. И не получается у них, потому что люди сейчас очень многие, слава богу, обладают критическим мышлением. Но те, кто подстраиваются, будут жить хорошо, мы их вообще не тронем, будут жить привольно, богато, те же самые звезды, шоу-бизнесы, которые подстраиваются, которые за войну на Украину, за то, что происходит сейчас на Украине, простите, наговариваюсь немножко, потому что тема такая непростая. Вот те, кто подстроился, будут жить хорошо, привольно, спокойно. Мы их себе заберем, мы их вот так вот будем беречь, скажем так. Те, кто не подстроился, мы будем с ними расправляться. Но расправляться мы с ними будем долго, но все же расправимся. Действительно, это геноцид против белой расы, который я ослушала с правительства Российской Федерации и вообще мирового правительства. Это дело не только в Российской Федерации, это дело во всем мире. Весь мир в сговоре, грубо говоря. Когда закончится война на Украине? Коля уж мы подняли этот вопрос про мобилизацию. Когда закончится война на Украине? У меня свечка так интересно растекается, прямо таким стволом дерева, как смола тягучая такая, очень красиво. Если видеть это вживую, прям очень красиво. Когда закончится война на Украине? Когда закончится война на Украине? Которая идет сейчас, которая началась буквально недавно. Когда закончится война на Украине? закончится тем, что не останется Украина, то, что все сгорит, все полетит в тартарары к чертям собачьим. Верховная жрица нам почему-то не хочет отвечать на вопрос, когда закончится. Ну, вообще скоро, да, тут как бы максимум год, да, максимум до конца следующего года. Но Верховная жрица еще говорит о какой-то тайне. Почему о какой-то тайне? Потому что война на Украине идет достаточно долго. Она началась не только вот-вот, да, как я сказала, но она идет уже очень долго. И борьба черного и белого, обратите внимание, здесь два столба, да, она идет давно и будет идти после войны на Украине, идет до сих пор и будет идти еще после-после-после разных войн, которые будут на нашей земле, да, поэтому это никогда не закончится. Верховная жрица не может ответить на этот вопрос, когда на самом деле закончится война, да, против народа. Тут не война против Украины, а тут война против русского народа, против славянского народа, да. Ну, сама война на Украине закончится через год примерно, может быть, даже чуть пораньше. И все полетит в тартарары, прям полная разруха будет, да, что касается Украины. Но война против человечества будет продолжаться, нам говорит Верховная жрица об этом. Вот такой был непростой расклад, друзья мои. Я всегда, когда делала такие расклады, мне тяжело на душе. Я специально взяла более светлую колоду, однако более светлая колода не принесла нам более светлых мыслей, да, насчет второй волны мобилизации. Пишите комментарии, пишите, что вы думаете о мобилизации войны на Украине, о том, что Владимир Путин придет на следующий срок. Да, пишите, не стесняйтесь. Пишите в чат, заходите в наш чат, подписывайтесь на наш чат, подписывайтесь на Бусти. Я вас очень люблю, друзья мои. И до новых встреч.